Про эту семью можно смело сказать – музыкальная. Коллектив «Гиля Ромен» из города Сызрань. Руководитель ансамбля Эдуард Лиманский убежден – цыгане рождаются с песней в душе. Все, что мы поем, это все дорого для нас. Все песни, они как бы прожиты душой. Ну, конечно, не будите. Для нас, она вот для многих цыган, подразумевает именно вот такое восторженное действие, когда происходит на сцене. Люди воодушевляются этой песней, потому что эту песню знают все. Дополняют любую композицию музыкальные инструменты. Яков Безруков на баяне играет всю жизнь. Признается, навык настолько отточен, что пальцы уже сами попадают по клавишам. Если коллектив профессиональный, полупрофессиональный, обязательно либо аккордеон, либо баян должны присутствовать, потому что на одних гитарах тоже не вылезешь. Эх, я мщик, гони, как яру, лошадей, брат, ромалы, не жалей. Тройку ты запряг, а не даром, так гони, брат, побыстрее. Цыганские танцы – это торжество красоты, грации, безграничного обаяния, пластики и силы. Яркие костюмы, как дополнение любого образа. Длинные пышные юбки ярких расцветок – одна из фишек, настоящая гордость цыганки. Дополняет образ эффектная блуза с широкими рукавами. Еще один атрибут – тяжелая многоярусная маниста – украшение из монет. Ну, вообще, у нас раньше все ходили в манистах, женщины. А сейчас мы одеваем только их на сцену. Ну, если золотые есть, конечно, одевают везде – на свадьбы, на именинные юбилеи. Людям хочется узнать свое будущее. На помощь приходит гадание, но оно не может быть массовым. Его секреты бережно хранят, а хорошая гадалка – на вес золота. Не стоит романтизировать, а тем более завидовать этому дару. Принятие на себя такой роли требует от цыганки ясного понимания происходящего. Общество тоже хочет узнать свое будущее и обращается в основном к лицам цыганской национальности. Так что это есть, это действительно правда. Каждому дано свое. Нельзя сказать, что именно каждый человек работает только по одной колоде карты. Цыганки используют разные карты – таро, шуточные или обычные игральные. Их принято хранить в специально отведенном месте. Также приступать к ритуалу нужно в хорошем расположении духа. При плохом самочувствии расклад лучше отложить. Ксения Баканова, Константин Головин. События.